всем привет на связи максим петров я рад приветствовать вас на канале макс капитал на котором мы развиваем мышление инвесторов говорим о формировании инвестиционных портфелей и пути к финансовой свободе независимости сегодня хотелось поговорить на тему которая часто достаточно встречается в комментариях в общении как защититься от обвала рынка какие способы защиты есть ответ на данный вопрос с моей стороны как мне кажется эта история связана с тем что мы развиваем инвесторское мышление мышление определяет действия поступки которые в свою очередь приводят к определенному результату и когда люди боятся обвала то есть здесь нужно понимать что любые негативные события любые негативные последствия которые человек непосредственно получает они связаны с нашей природой в принципе мозг человека да он очень сильно реагирует на негатив он очень сильно реагирует на опасность и гораздо меньше на самом деле реагирует на какие-то позитивные вещи и когда мы развиваем мышление инвестора нужно понимать что мы просто такие да то есть наша природа такого и многих пугает обвал многих пугает падение потому что инвестируется собственные деньги инвестируется в определенные объекты в определенные инструменты и конечно же потеря денег она гораздо более болезненно нежели чем прибыль которую непосредственно зарабатывать человек из-за того что она болезненно для человека приобретается очень мощная эмоциональная окраска которая может привести к тому что человек просто впадает ступор и не знает что делать заканчивая тем что он в принципе покидает финансовый рынок и теряет возможности для того чтобы приумножать свой собственный капитал вот первое что мне хочется сказать что когда мы живем в экономике основанной на кредите нужно понимать очень простую вещь что кредит со временем может расти в цене и может падать в цене ну то есть природа экономики основанной на кредите она волновая природа свет она тоже волновая да то есть очень много что в мире основано на на волнах на стадиях роста на стадиях падения поэтому говорить о том что нужно обвал защищаться но это не совсем правильно и мало того как вы воспринимаете это обвал как возможность или как риск у киосаки есть хорошее такое высказывание до богатого папа и бедного папа что богатый папа играет чтобы выиграть бедный папа играет чтобы не проиграть но здесь можно привести такую же аналогию да когда вы в спортивной игре выходите с намерением не проиграть вы изначально выходите с намерением что вы проиграете вы выстраиваете все свои тактические и стратегические дескер от обороны да то есть вы непосредственно обороняетесь и это может привести к тому что оборона будет очень сильная действительно может не проиграть но на самом деле я для себя принимаю решение что я играю, чтобы выиграть. То же самое касается на рынке. Если вы приходите на рынок для того, чтобы не потерять, или если вы ищете инструменты защиты, то в этом случае вы должны понимать, что защитить портфель от падения невозможно. То есть, когда экономика принимает волновую теорию, в настоящий момент ситуация. Какие есть классы активов? Есть инструменты облигации, есть инструменты акции, есть инструменты денежного рынка, и есть недвижимость и сырьевые товары. В условиях, когда у вас процентные ставки, мы вот здесь вот говорили, приводили некие такие примеры про стоимостное инвестирование, показывали на графике, что мы жили в парадигме, что у вас процентные ставки постоянно падают. То есть, когда стоимость денег постоянно снижается, постоянно снижается, то у вас растут все активы. У вас растут и облигации, потому что облигации выпущенные ранее, у них более высокая норма доходности, чем облигации, которые выпущены позже. У вас начинают расти акции, потому что риски снижаются, потому что кредит становится более доступным, больше потребление, компания больше зарабатывает, больше отдает прибыль акционерам. У вас растет недвижимость, потому что, опять-таки, экономика растущая, кредиты дешевые, ипотеки дешевые, и на этом фоне цена недвижимости растет. Цырьевые товары тоже увеличиваются в цене, потому что подкреплено ростом реальной экономики. Получается, когда экономика растет, в принципе, по широкому спектру растут активы. Кто-то больше, кто-то слабее. В ситуации, когда происходит смена тренда, то есть, когда происходит кризис перепроизводства, когда начинается рост инфляции, когда повышаются процентные ставки, происходит падение, то есть, падает. И в этом случае, для того, чтобы защитить себя от обвала рынка, нужно первое, то есть, важный момент, что нужно иметь, это иметь диверсификацию по различным классам активов. Потому что вот эта вот динамика, какие-то активы растут быстрее, какие-то активы растут медленнее, какие-то активы более инерционные, какие-то менее инерционные. И поэтому первое, когда мы говорим про обвал, это диверсификация по классам активов. То есть, если сейчас начнется повышение во всем мире процентных ставок, это приведет к тому, что экономике будет достаточно тяжело. Это приведет к тому, что финансовые активы, в том числе, будут продаваться. И акции, и облигации, и недвижимость, в принципе, все может продаваться. Даже сырьевые активы золота могут подвергнуться распродажам. И защититься от этого вы никак не можете. То есть, если у вас широко диверсифицированный портфель, то в этом случае просто вы будете терять меньше, чем если у вас сконцентрировано в каком-то одном классе активов. В акциях, например. И поэтому вот первое такое правило, если вы присутствуете на финансовых рынках, забудьте о том, что вы здесь будете получать линейную доходность. Примите волновую природу экономики, волновую природу рынка, волновую природу кредитных циклов, инфляционных циклов. Это парадигма, да. И вы здесь от этого никак не защититесь. Вы должны просто быть к этому готовы и понимать, что фаза роста всегда сменяется фазой падения. И спокойно к этому относиться. Почему? Потому что фаза падения бывает 1 треть и 2 трети бывает фаза роста. То есть, падаем мы меньше. Болевые ощущения по продолжительности бывают более короткими, чем некие ощущения от эйфории. Просто болезненные ощущения, они эмоционально более сильно окрашены. Поэтому получается, что в этот период можно делать очень большое число ошибок. Чтобы этого не наделать, имейте широкую диверсификацию. И вас просто на эмоциональном уровне, вы будете чувствовать себя более спокойно, когда люди, у которых большая доля в собственном бизнесе активов или на рынке акций, они будут нести высокие потери, вы будете нести потери немного меньше. Второе – это ребалансировка. То есть, у нас есть сервис сезонного портфеля. По ссылочке ниже вы можете его непосредственно получить. Одна из концепций, которая заключается в том, что вы раз в год проводите ребалансировку вне зависимости от того, где, как, на каком уровне находятся различные классы активов. И эта ребалансировка будет приводить к очень простой истории. Вне зависимости от ваших эмоций, вне зависимости от того, что говорят аналитики, вне зависимости от того, что говорит Максим Петров на канале MaxCapital, что будет с долларом, с валютами, с сырьевыми товарами, с экономикой. У вас есть один принцип. Если вы просуществляете ребалансировку, то в этом случае вы продаете то, что стоит дорого, и покупаете то, что стоит дешево. Всегда. То есть, у вас появляется некая чаша священного Грааля, когда у вас диверсифицированный портфель, когда вы раз в год осуществляете ребалансировку, то в этом случае получается, вы всегда продаете то, что стоит дорого, даже если оно вырастет еще больше. Вы все равно часть уже продадите. И купите именно то, что стоит дешево. Тоже много про это сказано. По ссылочке будет как сервис всесезонного портфеля, так и вебинар про то, где я рассказываю принцип формирования данного портфеля, на чем он базируется и каким образом это позволяет минимизировать рыночные риски. У меня получается, ну просто всесезонный портфель, который я веду для себя, для своей семьи, суть его сводится к тому, что у меня есть публичный портфель, который на Тинькове, я думаю, мы тоже можем ссылочку на профиль в пульсе разместить. У меня есть более крупный портфель, который на том же самом принципе сформирован. У меня получается, что ребалансировка лично у меня, она происходит автоматически раз в неделю, потому что я его пополняю. Очень важная составляющая, которая в том числе является защититься от обвала рынка, это нужно еще увеличивать свою собственную производительность, то есть количество денег, которое вы зарабатываете. У меня есть такая возможность, и получается мой активный доход, который приводит к тому, что я еженедельно пополняю этот портфель публичный на 52 500 рублей, приводит к тому, что у меня такая ребалансировка происходит раз в неделю. Но если у человека, соответственно, есть какой-то крупный портфель, то стандартная рекомендация заключается в том, что делать не чаще раз в полгода. Еще раз, если вы вносите новые деньги, то каждый раз при довнесении вы должны ребалансировать портфель. Если довнесения не происходит, просто есть какая-то сумма капитала, которая непосредственно формируется, управляется, то в этом случае не делать это чаще, чем раз в полгода. Потому что там еще как бы не работает смысла, а в этом никакого экономического нет. Еще тоже очень важный момент, который хочется добавить, когда, ну там очень много идет разговоров про апокалипсис, что все упало, что все очень сильно упадет. Чего греха таить, я сам тоже про это очень много говорю. Но при этом нужно понимать одну простую вещь, что рост экономики, ну то есть что такое финансовые активы, что такое финансовые рынки, они зависят от роста экономики. Рост экономики зависит от производительности труда. А производительность труда, хотим мы этого или нет, она постоянно растет. Потому что когда мы живем в среде капитализма, любой капиталист заинтересован за единицу времени создавать больше потребительской ценности. А это как раз таки рост производительности труда. Это более технологичное производство, это автоматизация производства, это рост производительности труда за счет обучения персонала, повышения его производительной эффективности. И, соответственно, нужно понимать, что какой бы обвал ни произошел, он все равно закончится и рост экономики будет на более высокие значения, откуда мы непосредственно падаем. То есть, если вы тоже это понимаете, если вы тоже это признаете, то в этом случае вы спокойно относитесь к тому, что рынок проседает. И один тоже из инструментов защиты от обвала, как Уоррен Баффет тот же самый, говорит, имейте кэш, имейте кэш, имейте наличные и в данном случае относитесь к этим наличным. Просто вот почему я сейчас про это говорю, потому что в конце 2021 года я очень много встречался с клиентами, да, то есть клиенты действительно начали паниковать, потому что там до 40% в портфелях находится кэш, а инфляция и в России, и в мире, и в США, она так, ну, очень болезненна, да, то есть цифры достаточно высокие, растут цены на товары, и людей это очень сильно нервирует. И здесь я многим привожу примеры Berkshire Hathaway. Что такое наличные? Наличные в данном случае это не активы. Это средства, за которые вы будете покупать реальные активы. Это по сути резерв, отложенный на покупку активов, хороших активов, когда они будут стоить привлекательные. Как Баффетт говорит, я не знаю, когда это произойдет, но на моем веку, как минимум раз в 10 лет, проходит золотой дождь. И суть в том, что у вас должны быть корыты, миски, ванны, да, чтобы непосредственно, когда прольется золотой дождь, вам было что выставить. Когда вы на 100% находитесь в активах, когда активы падают в цене, еще они куплены у вас с плечами, то в этом случае у вас нет, что подставить для того, чтобы купить. И вот именно понимать, что раз в 10 лет проходят золотые дожди, и в данном случае, когда мы смотрим на кэш, это еще раз, не расценивайте это как то, что обесценивается. Расценивайте это как средство покупки хороших качественных активов, когда проходит золотой дождь, чтобы вам было что подставить непосредственно. И поэтому защита от обвала, я не призываю к тому, что 40% постоянно должно быть в кэше, но стратегия Баффета от 10 до 20% иметь кэш, никогда, насколько я отслеживаю его историю, его не подвела и в 2007 году, в 2008 году, да что далеко ходить. В 2020 году сделка Баффета, когда его обвиняли в том, что он продал Delta Airlines, там чуть ли не по самым низким ценам, да, в период пандемии, в период паники, но он же тут же переложился куда? Он переложился в нефтегазовый сектор, да, который в этот момент вообще катался там ниже некуда, и поэтому произошли покупки. Поэтому, когда мы говорим о защитах, первое, диверсификация по классам активов, второе, ребалансировка портфеля, третье, иметь кэш для того, чтобы когда прольется золотой дождь, было что подставить непосредственно для покупки. Ну и четвертое, да, понимать природу экономики, что она имеет волновой характер, что кризисы происходят, и вопрос в том, что когда у вас актив падает в цене, это не значит, что он начинает генерировать меньше денежного потока. Это возвращаясь к стоимостному инвестированию, а вот здесь вот мы очень много говорим про стоимостное инвестирование, особенно на 2022 год. У меня на этом все, на связи был Максим Петров, до свидания, удачи, всего самого хорошего, пока-пока.